конструктор страниц на joomla sp page builder обновился до версии 368 и в этой новой версии включены три новых дополнений к существующим аддонам меня зовут федор васильев и подробности в этом видео перед тем как приступить к обзору хочется сказать для тех кто не знает если вам нужен сайт и у вас нет времени или вы сомневаетесь вы всегда сможете позвонить мне бесплатно номер сейчас вы видите на экранах через приложение вайбер или ватсап звоните давайте обсудим ваш проект а я возвращаюсь к теме урока первое обновление которое внесли разработчики в компонент sp page builder это возможность в аддон табы вот сейчас он перед вами на экранах к иконкам дополнительная возможность загружать свои изображения сейчас позже в этом видео конкретно посмотрим также есть у них аддон вот такого всплывающего окна и они прицепили новую фишку эффект пульсации сейчас вы видите иконку и идет такие круги достаточно интересно смотрится привлекает взгляд тоже рассмотрим и третья возможность в аддоне произвольное позиционирование заднего фона бэкграунда в каких-то случаях это может очень хорошо а пригодится при создании сайта давайте перейдем в админку и рассмотрим более детально кто смотрит это видео впервые и вас уже заинтересовал конструктор sp page builder вы видите как много здесь всяких плагинов много настроек много всего есть и если вы хотите полноценный от а до я видео курс где с самого нуля для новичков я все показываю пройдет вот курс будет готовый стопроцентный результат то есть будет тот сайт который вам нужен специально для вас у меня есть а видео курс сейчас вы видите также обложку моего курса на экране кому интересно можете ознакомиться более детально с моим видео курсом ссылку я оставлю в описании под этим видео итак к обновлением я добавлю новую секцию и давайте а загружу в нее бэкграунд покажу как делать произвольное позиционирование то есть где это находится уже существующим аддоне то есть я перехожу имидж из и например вставляю какую-то картинку на задний план то есть вот такого вида чтобы лучше было видно давайте внутренний отступ я задам сверху 500 и снизу тоже 500 чтобы ее было лучше видно итак мы с вами добавили фон и в этом аддоне что за новое дополнение смотрите чуть ниже вот здесь вот есть позиция фона и в самом низу прокрутите вниз видите здесь есть пользовательская если я выбираю появляется два ползунка бэкграунд позиция x и y и смотрите что происходит то есть вы видите я двигаю картинку то есть так как мне это нужно вверх вниз влево вправо то есть вот это и есть новое дополнение причем на мобильные устройстве да это никуда не съезжает в принципе ну совсем для мобильного устройства имеется виду типа смартфон с маленьким экраном как правило бэкграунд там и не использует он там и не нужен его лучше отключать а для планшетов компьютеров ноутбуков принципе это можно оставить это сейчас может быть не очень лучший пример это просто прямоугольная фотография здесь может быть какая-то дизайнерская картинка сделана например в векторном стиле да и это может быть очень полезно двигая картинку так как вам нужно так это мы с вами рассмотрели теперь движемся дальше рассмотрим с вами новые возможности аддона вкладки то есть этот аддон я перетаскиваю на холст сразу продублирую сделаю например кастомный вид вот такой и смотрите захожу в настройки здесь вы знаете что мы можем добавлять иконки видите иконочка добавляется к сюда вот к тексту но теперь появилась возможность видите кнопка имиджи с переходим и теперь я могу загружать собственные картинки вот в эти вкладки это же самое соответственно я могу делать для каждой каждого элемента таба то есть вот такого вида вот в принципе здесь все именно в аддоне вкладки теперь посмотрим эффект пульсации новое дополнение в аддоне всплывающего окна вот этот аддон перетаскиваю его суда давайте немножко сначала поднастроим вот здесь вот я выбираю вместо кнопки иконка соответственно иконку вы можете выбрать здесь я например возьму вот эту вот иконочку сделаю размеры и побольше прокручу в самый низ например сделаю ее по центру то есть это у меня всплывающее окно по клику по иконке до всплывает окно и чтобы пульсацию было видно давайте я общий ряд закрашу например таким возвращусь настройки аддона и вот все просто кнопка добавлена видите показать эффект и у нас идет такой эффект до эффект сейчас смотрится не очень хорошо он идет таким неким квадратом это правится здесь то есть радиус иконки дело в том что иконки мог быть квадратной тогда может быть пульсации вам квадратный подойдет вот радиус иконки я немножко сдвигаю вот вы видите пульсация теперь идет такими кругами и также можно задать цвет фона за иконкой да то есть чтобы если надо закрасить вам фон еще любой цвет цвет возьму например вот такой вот он в принципе этот эффект на этом здесь все какие-то мелкие доработки дополнения там тоже были внесены также если вам интересно можете ознакомиться на сайте разработчика надеюсь для вас был обзор полезен и интересен на этом видео заканчиваю и увидимся с вами в следующих видео